Как следует из материалов уголовного дела, с марта по июль этого года подсудимые, мужчина и женщина, сожительствовали и содержали у себя в квартире наркопритон. Частыми гостями в их доме были наркозависимые приятели, вместе с которыми хозяева жилья изготавливали и употребляли наркотики. Роли в неблагополучной семье были четко распределены. В период незаконного изготовления наркотического средства токарева действовала согласно распределенных ролей, проветривала комнаты от запаха растворителя, а также периодически наблюдалась в дверной замок, в дверной глазок за окружающей обстановкой, чтобы не быть изобличенным сотрудниками полиции в совершенном ими преступлении. Сотрудникам полиции удалось взять наркозависимую пару с поличным. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Оба подсудимых полностью признали свою вину и их адвокаты просили дать им минимальный срок. Обвиняемые просили не лишать их свободы. Мужчина заявил, что купил квартиру с долгом, который ему было. Судя по материалам дела, времени на исправление у подсудимых было достаточно. Однако мужчина так и продолжал наступать на одни и те же грабли снова и снова. Обвиняемый был ранее неоднократно судим. В 1999 году его осудили по статье «Кража» и назначили ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно. Позже условный срок заменили на реальный. В 2013 году его осудили по статье «Содержание наркопритона» на два года лишения свободы условно. С учетом непогашенной судимости суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимые назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.